Вопросы будут стоять о том, что те представления, какие существуют классические философии, ну и даже, наверное, не только классические философии, а вообще философии, потому что я даже не знаю, где такие существуют представления, которые я буду рассказывать. Они, вот я их попытался подвергнуть сомнению, попытался их исследовать, и вот получается так, что вот такой результат, мы сейчас его будем обсуждать, что ни рефлексия невозможна, как она понимается в философии, ни самосознание невозможна, а то, что мы принимаем за рефлексию самосознания, это вот некий специфический опыт, который надо будет объяснить и показать. Этот опыт не является ни в коем мере рефлексией или самосознанием, в смысле понятия самосознания, в смысле понятия того, что есть рефлексия. Ну давайте сначала сделаем определение для того, чтобы просто как-то с этим работать. В смысле, вот что такое рефлексия, как она понимается, да? Первое, рефлексия. Ну вот, будем основываться на простом различении субъекта-объекта, да? Вот субъект направлен на объект, как бы вот он совершает эти какие-то акты, причем акты самого, вообще даже акты любой природы, не будь то акты мышления, восприятия, да? Ну половое преимущество, конечно. Да любые, или действия, или интенсия, не важно, да? И, собственно, как бы рефлексией называется такой момент, когда субъект эти акты направляет на самого себя. Или на свои акты. Ну сейчас мы это будем обсуждать. Это называется, собственно, рефлексией. Согласно своему понятию. Это рефлексия. Да? Это же рефлексия, есть самосознание, просто в рефлексии существует... Рефлексия-то как бы более... Разница между рефлексией, надо так говорить. И самосознание состоит в том, что рефлексия, это именно касается актов, да? И рефлексия, она может быть одноактовая. Рефлексия может быть не обязательно рефлексией самого субъекта, а может быть рефлексией его актов, да? Или рефлексия может быть рефлексией знания. То есть субъект что-то познал, как бы он рефлексирует свое знание. А самосознание, это на самом деле не одноактовая структура, а самосознание — это некая накапливающаяся структура, да? Как бы и она образуется какими-то там многообразными рефлексиями. То есть много видов рефлексии образует нечто, что мы называем самосознание. То есть знанием о себе. Ну вот в таком простом понимании рефлексии можно обсуждать о том, почему рефлексия реально невозможна. Судя вопроса следующая. Как субъект знает о себе? Субъект может знать о себе тем способом, что, допустим, мы обсуждаем вопрос от начала. Представим, что субъект ничего не знает. Он, условно говоря, там было раз, он открывает глаза, перед ним объектный мир. Объектный мир перед ним сразу, он направляет на него акты. Мы не обсуждаем сейчас разницу между самими объектными предметами, это просто сейчас несущественно. Существенно то, что некая сфера объектности или сфера предметности, она сразу перед ним, и ему не надо ее искать. Она открывается, раскрывается перед ним, и все. И он в эту сферу сразу упирается. Но с другой стороны, как субъект знает о себе? Ведь вопрос рефлексии или вопрос самосознания связан с тем, что субъект должен как-то обратиться к самому себе. И должно быть нечто, что указывало бы ему на самому себе. Так вот, возможно, только два случая. Либо он до всех этих актов знает о себе, либо есть некий дорефлексивный опыт. Не дорефлексивный опыт, а некое дорефлексивное знание о себе. Либо второй возможность. Либо он познает себя только из рефлексии. То есть только из рефлексии. То есть рефлексия есть тот способ, каким он себя узнает. Вот это как бы полное разбиение понятия возможностей, но других возможностей просто нет. Вот это вот возможность дорефлексивного знания, оно на самом деле сразу возникает и является некоторым проблематичным. Потому что я сказал про все акты, какие только существуют. И если мы говорим о субъекте, который вообще ничего не знает, то все его знание базируется на актах и получается, что он никак не может о себе знать. Каким способом? Только тем, может он знать, что он открывает глаза и в сфере объектности возникает такой объект, как мы его обозначим. Это ОИНС. Этот объект является он сам. Среди прочих объектов, столы, стулья, и вот раскоп еще один объект, а это он сам. И вот он себя увидел. Но если он себя увидел, тогда возникает здесь следующая проблема. Во-первых, как он идентифицирует этот объект самим собой. Как? То есть здесь возникает такой смысловой круг. Для того, чтобы он такой объект увидел, он опять же должен узнать способ, каким он его идентифицировал. Как связанный с самим собой. Это раз. А во-вторых, опять же понятно, что этот объект, который он идентифицирует самим собой, это же некий объект. А мы говорили о субъекте. То есть субъект находит в поле объектов некий объект, и опять же, значит, находит не самого себя, а некоторый объект. И получается, опять же, не получается тот способ, что он не может себя вроде до рефлексии никак знать. Но если он никак до рефлексии себя знать не может, тогда единственный способ, каким он себя может знать, это в рефлексии. То есть субъект направляет свои акты не на объекты, а как-то на самого себя. И вот, собственно, вот это единственный способ, каким он может себя знать. И опять возникает в себе та же проблема. А как, откуда знать, куда акты направить? То есть как вот он... Ну для того, чтобы куда-то акты направить, надо же знать, куда их направлять. Получается, что опять же возникает та же самая проблема, что для того, чтобы эти акты направить на самого себя, он должен был бы самого себя до этих актов знать. И получается, что рефлексия невозможна ни в этом случае, ни в этом случае. На самом деле в классической философии и рефлексии, но тем не менее, да, мы же все-таки говорим о философии, и в философии и рефлексии постоянно обсуждается. Да и в философии и рефлексии есть нечто, что возможно. И оно возможно потому, что вот есть такой опыт. Вот я постоянно к нему адресуюсь, потому что это, собственно, один из немногих философских опытов, которые все философы постоянно к нему ссылаются. Как бы это является базовым философским опытом, начиная с декабря. Этот философский опыт называется опыт я. Есть не такой опыт я. Вот, собственно, с этим опытом я, вот мы сейчас и будем работать. Что это такое за опыт я? Это такой опыт некоторого внутреннего, некий внутренний опыт. Можно сказать, что это, для того, чтобы его объяснять, допустим, что это медитативный опыт. Как бы вот мы внутри себя можем как бы проживать сами себя. Вот есть некое внутреннее как бы схватывание себя. Здесь, кстати, надо вот сделать пояснение, что, я на самом деле немного проскочил один момент, да, субъект не может направить акт на субъект, и поэтому единственный способ, каким постигается субъект, это вот такая хитрая вещь. Смотрите, не субъект направляет свои усилия на себя, а акт, потому что акт есть нечто, что феноменологические данные, направляет усилия на сам акт, то есть на самого себя. Да, вот такая петля образуется. Только таким способом может возникать рефлексия. То есть рефлексия – это вот акт, который схватывает само себя. И, собственно, как бы в такой картине субъекта объектного отношения, если просмотреть все варианты, другого варианта, кроме того, чтобы понимать рефлексию, как акт схватывает самого себя в момент совершения этого акта, никаких других вариантов нет. И вот предполагается, что вот этот вариант возможен, но на самом деле акт схватывает себя – это нечто немыслимое, это как-то действие, которое схватывает себя, это нечто противомыслимое. Ну это невозможная вещь, но никакого другого варианта нет. И вот мы теперь обратимся к тому, что я назвал опытом я. Вот есть некое внутреннее проживание, и самое что интересно, что это внутреннее проживание, оно не является, не строится по принципу как бы актов. Нельзя его понимать как акты, потому что его иногда называют внутреннее проживание времени, внутреннее проживание бытия, иногда внутреннее проживание самого себя. Вот это не такой некоторый опыт, и, кстати, этот опыт же так же называет самосознание. Вот, например, Ясперс, почему правило Ясперсу, это Иисус, потому что он психиатр, он как бы определил критерии того, чтобы представлять собой самосознание. Мы потом об этом будем говорить дальше. Опыт Я, это, собственно, есть опыт того, что мы называем самосознание. И он же является тем самым опытом, который удостоверяет, что возможно рефлексик, как я рисую здесь. Самое интересное, что этот опыт Я, он и понимается как бы вот этого самосхватывания актов. То есть вот здесь есть как бы вот такая схема, да, что когда рисуют субъекты объектные отношения, адресуется к некоторому опыту Я, который очевиден, предполагается, что он очевиден, действительно. И на основе этого очевидного опыта предполагается, что вот возможен рефлексик. Вот это вот схема, по которой строится, допустим, классическая классофия. Вообще говоря, акт себя схватывать не может, это противосмысленная вещь. А опыт Я, вот мы сейчас будем с ним разбираться, попытаемся забраться, что это такое. Так, ну давайте как бы для того, чтобы это пояснить, опыт Я надо расписать в моментах. Что такое опыт Я? Вот в прошлый раз я пытался вести различия, как мне кажется, достаточно правдоподобное и интересное, да, различия предмета и объекта. Я говорил о том, что вот, что такое предмет. Каждая способность, способность, это мы называем, например, мышление, восприятие. Восприятие само делится на многообразие способностей. Каждая способность имеет свой предмет. Что это означает? Это каждая способность как зонд. Это есть теория зонда такая, тоже опять же в психологии, да? Как вот зонд, как магнит, да? Если, допустим, мы знаем, вот у нас перед нами лежит куча из пластмассовых вещей и железных, да? А магнит это зонд. И магнит перетянет только то, что железное, а пластмасса так и останется лежит. Так вот, каждая способность, она может высветить в мире только то, на что она, в принципе, способна высветить. Вот при восприятии она может только воспринимать чувственные предметы, да? А мышление всегда воспринимает только мысли или смысл. То есть каждая способность работает внутри некоторых своей сферы. Мышление внутри своей сферы работает. И мышление не может это высветить ничего другого, кроме мысли, да? Мышление в своей сфере, восприятие в своей сфере. Я говорил о том, на самом деле, что как... Мы же все-таки говорим об объектах, и мы все-таки понимаем, на самом деле, что... То есть когда мы смотрим на стул, что стул, как бы, он является неким синкретическим целом. Я раньше говорил о том, что что-то является синтетическим целом, на самом деле, я подумал, и все-таки правильно говорить синкретическим. То есть как бы объединенным целом, да? Как некий агломерат, в который мы включаем и данные мышления, то есть некие смыслы мысли, и включаем и чувственные данные, и даже свои личные переживания. Например, на этом стуле, там, я сидел, когда, там, со мной случилось то-то, там, да? Или, там, мы с этим стулом связываем, там, какие-то воспоминания, там, и прочее, прочее. Да? То есть стул представляет собой объект, когда я рисовал сознание, что оно представляет некое пространство. Вот сознание представляет собой, как бы, пространство, а стул представляет вот такую, как бы, зону, да? В которой включены и чувственные данные стула, и мышление, и переживания, там, что-то у нас еще есть, воспоминания, там, да? Там, некие образы, то есть вот некий... Каждая способность дала свой вклад, и этот вклад объединился в то, что мы называем объект. Да? Вот объект есть такое синкретическое целое. Именно синкретическое. Не в смысле того, что они как-то смешаны, а в смысле того, что они объединяют в себе разнородные целы, которые, на самом деле, никогда с друг другом не пересекаются. Каждая способность работает параллельно. Другой. Да, мы когда смотрим на скол, на самом деле мы параллельно его мыслим и видим, да? И видение, и мышление, они действуют параллельно. Но они объединяются в сознании, в нечто, то, что мы называем объект. Объект стула. Так вот, теперь мы только обратимся к тому, такому объекту, как я. Вот что, прежде всего, бросается в глаза? Что я является неким объектом. Что такое я? Я мы объединяем. Во-первых, чувственные данные. И вот некое есть чувство я. Чувство я. Во-вторых, мы объединяем мышление. Да, мы все понимаем, что такое есть некая мысль. Я как мысль, да? Я как мысль. То есть мы дальше объединяем я как переживание, я как воспоминание и прочее-прочее. Всю историю. То, что потом в психологии называется личностью, да? Вот я, это и есть такой объект сознания, объект, который мы на самом деле связываем с самим собой. Сейчас я объясню, что я имею в виду. На самом деле, чтобы это понять, надо вести такую вещь, как живое сознание. Что такое живое сознание? Потому что, вот, например, когда Канн или Гегель рассуждает о сознании и вообще рассуждает о субитете, они всегда говорят о понятии, на самом деле. Любая наука, в числе и философия, ну, философия не наука, ну, скажем, любая дисциплина, да, абстрактная, она всегда берет некоторые понятия и оперирует понятия. Мы сейчас, когда я сейчас рассуждаю, я говорю о понятиях. Да, и для того, чтобы философия могла достигнуть, как бы, в реальности, надо ввести такую вещь, да, которая, с одной стороны, была по понятиям, да, но, с другой стороны, отсылка к реальности. То есть, на самом деле, не понятие, а, да, вот, а такой, как бы, как бы, даже не знаю, как его назвать, там, знак, что ли. Так вот, я вам сейчас предлагаю ввести такое живое сознание. Что такое живое сознание? Живое сознание – это никакое не понятие, да, но это просто чистая отсылка к нашему реальному, у каждого это сознание есть, да, живое сознание. Давайте сначала введем, ну, потому что здесь, давайте введем уже живой субъект, живое сознание пока... Вот, живой субъект, я буду просто... Живой субъект, да? Живой субъект – это вот конкретный субъект каждого из нас. Оно не является понятием, потому что это и есть чистая просто отсылка. И вот этот живой субъект, на самом деле, знает себя тем способом, что он постоянно видит себя, как и некоторые объекты, как я. Он ассоциирует, ассоциирует себя с я. Почему? Вот здесь, как бы, сейчас будет несколько сложный момент. Дело в том, что вот этот живой субъект, он никогда не может стать объектом. Почему? Потому что вот есть субъекты и объекты, это непереходимое поле. Потому что если субъект делает себя объектом, он перестает быть субъектом. Поэтому он не может взять себя никогда как объект, он вообще не может себя никак взять. Если он себя берет, то это означает, что он берет себя как объект. И вот этим объектом, которым он себя знает, является это я. Иначе говоря, живое сознание всегда остается живым сознанием. И никогда себя он может взять не может. Но он может ассоциировать себя с неким объектом. Вот в поле объектности есть такой объект, который называется «я». Сюда включены и чувства, и мышления, и я. Это такой секретический объект, который объединен многообразно. И вот это живое сознание всегда ассоциируется в себе с ним, и это на самом деле и называется самосознанием у нас. Но на деле никакого самосознания нет. Помните, я рисовал первую картинку? Самосознанием было бы, если бы он смог бы направить на себя сильно на себя. Но этого невозможно. Вот это сделать невозможно, и поэтому на самом деле ситуация смешная. Мы создаем в процессе антогенеза. Ну, я не специалист в психологии и биологии. Это надо, может быть, отдельно изучать. Мы создаем вот некий такой объект. И этот объект в процессе, мы попривыкаем к тому, что с этим объектом мы связываем самого себя. И уже считаем, что всякий раз, когда этот объект нам дан, он дан и чувственно, и мысли дан, как мысль, и переживания, как переживающие я, и воспоминания, как это. И вообще, мы его называем, например, личностью. Ну, если говорить не философски, а говорить, допустим, психологически. А на самом деле, настоящий субъект, он всегда за рамками. Он всегда присутствует просто как чистая деятельность где-то там. И вот возникает странная проблема. Получается, что согласно своему понятию, а понятию, я говорил о том, чтобы понятие состоялось, понятие рефлексии и самосознания было бы только в том случае, если бы он усиленно направил на саму себя. Так вот эта вот картинка невозможна. То есть, согласно понятию того, что мы понимаем под рефлексией, самосознанием, эти вещи невозможны, но только возможно вот в таком виде. Но это ни в коем случае не есть, самосознание или рефлексия. Я уже объяснял почему. И теперь возникает странность, что несмотря на то, что все это невозможно, я же здесь рассказываю о чем-то, и мы с вами, каждый из вас, наверное, не сумасшедшие люди, и тоже понимает, что живое сознание вроде как-то, мы же его сассоциировали, мы же понимаем, что это такое, и каждый из вас это понял. Для того, чтобы объяснить, в чем тут дело, надо на самом деле вести, теперь уже понять, что же такое живое сознание, построить некую модель. В чем состоит модель? Модель это связано с тем, как я рассказываю вам про сознание, что в сознании есть нечто пространственное. Вот смотрите, тут возникает такая любопытная идея, которую я назвал последним свидетелем. Я говорил о том, что есть два вида субъекта. Два введения субъекта. Первое введение субъекта – это как причина. Ну и мы говорили о том, что субъект направлен на объект, что вот есть акты, и в актах есть причина. А второе понимание – это свидетель. Когда наоборот было, что в горизонте возник объект, и мы свидетельствуем о том, что он возник. Причем этот объект может быть в любой природе, не обязательно чувствуем. Это может быть и мысль, может быть и переживание. То есть мы свидетельствуем, что в нашем горизонте, в нашем сознании возникло что-то. Вот как свидетель. И вот мы уже рассмотрели, что как объект, субъект, как причина ни в коем случае не может быть так. А вот как свидетель. Есть ли тут какие-то варианты? Вот если рассмотреть эту возможность как свидетель, то тут возникает следующая вещь. Возникает понятие последнего свидетеля. Вот это вот очень важно, такое смешное понятие. Последний свидетель. Свидетель. А вообще различие, это субъект как причина, и субъект как свидетель его понятно, потому что это на самом деле принципиальная вещь, что есть все-таки два способа введения субъекта принципиальная. Это, например, в суде. Мы берем судебное заседание. Кто-то совершил действие, он субъект как причина, он действующий лицо. А другой субъект вышел и сказал, а я видел, как он это сделал. Ну нет, это понятно. У тебя получается, что это как бы... Что, свидетель это отношение двух субъектов? Нет, свидетель это тоже субъект. Но, понимаешь, причина она продуцирует, а свидетель просто свидетель сконстатирует. Ну вот, Олег Михайлович постоянно эту ситуацию, помнишь, там, допустим... А свидетель это то, что он сам, что ли? То есть это не другое... Понимаешь? Как бы... Не другое я. Это два разных видения субъекта. Вот... Мы еще поговорим в конце... Нет, свидетель я понимаю. Причина, хорошо, он там действует... Ну вот как Олег Михайлович опять же причина. Он воспринимает. Воспринимает это у тебя. Ну ладно, давайте тогда я расскажу... Некто. Некто воспринимает. А свидетель это каким образом? Ну как сознание. Ты не спродуцируешь никакие акты, а ты просто воспринимаешь, что что-то происходит. Как свидетель. Свидетель. Просто как глаза открыл, и просто перед тобой как созерцать. Ты свидетельствуешь процесс. А причина, ты... Это его производишь. Я понял. То есть у тебя в одном смысле ты действуешь, то есть воспринимаешь, а в одном смысле ты понимаешь, что ты воспринимаешь. Можно так сказать. Ну просто это термины немножко не для меня. Я говорю о том, что здесь вот как раз сознание, понимаешь? Да. То есть как бы знание и сознание, ты их различаешь. Вот там у тебя знание... Вот можно так сказать. Можно знание и сознание отличать. Ты просто эти термины... Или сознание, или и самоосознание. Тоже другой термин. Я говорю, именно из-за того, что если я вот буду как угодно сетьмина используют, они будут держаться в стандартных терминах. Я просто тогда запутаюсь и всех буду запутывать. Я просто немного в другом. Но среды говорят следители, обычно если термины долго цифрируешь, то всегда говорят о другом. Нет, внутри нас есть свидетель. Мы мыслим и свидетельствуем о мыслях. А также Пакулов и Судеев? Нет. Я же не говорю, что я использую термины нейтральные, потому что если буду использовать стандартные термины, я буду и сам запутывать и другие будут запутывать. Я использую нейтральные судебные термины, как вот категорию арестователя использовал, для того, чтобы объяснить, что такое категория судебные термины, что такое общий субъект. Это, опять же, юридический термин. Я взял, опять же, юридическую разницу между действующим лицом, тем, кто действует как причиной, и тем, кто на самом деле свидетельствует это действие. Это тоже некое юридическое развлечение? Да, одно и то же, или разное. Разное. Это разное введение того субъекта. Здесь субъект активен, он акты совершает, а здесь он просто принимает, он воспринимает. Но субъект один и тот же. Нет, субъекты разные. Подожди, в общем, до этого мы и дойдем. В общем случае и субъекты разные. В общем случае. На самом деле, то, что они одинаковые, это некая предпосылка, которая стоит в этом начале. Какие акты имеются в виду? Ты говоришь, совершают акты. Вот, например, как у Канта. Канта, наши субъективные формы чувства обрабатывают вещи в себе и превращают, если так можно, вещи в себе в явления. И эти явления уже мы свидетельствуем в сознании. То есть мы их принимаем, эти явления. И вот возникает проблема последних свидетелей. Вот это вот самая интересная мысль. Дело в чем состоит? Что, вот смотрите. Вот у нас, допустим, есть нечто, какое-то событие, ну пускай будет объект, да? Его свидетельствует свидетель один. Кто свидетельствует свидетель один? Ну, скажем, он сам свидетельствовать себя не может, и свидетельствовать свидетель два. Почему не может свидетельствовать, я показал, да? Возможно, только вот такая ситуация. Стрелочки только в одну сторону. Никаких стрелочек, опроченных у себя невозможно. А вот эта вот ситуация невозможна. Да? Кто свидетель свидетеля два? Свидетель свидетель три. И так далее, да? И вот возникает проблема. Либо она уходит бесконечно, но естественно бесконечности она не уходит. И поэтому есть последний свидетель. Кто является последним свидетелем? Вот это вот живое сознание? Да нет. Живой субъект? Нет. Почему? Живого субъекта мы как-то чувствуем, мы как-то знаем. Я же его нарисовал, и вы понимаете, о чем идет эта вещь. Поэтому последним свидетелем является то, что является сознание. И сейчас я объясню, в каком смысле. И как раз вот здесь будет важна вот эта мысль, гипотеза, которую я постоянно акцентирую, о том, что сознание является нечто пространственное. В чем тут вся состоит суть? Ну вот сейчас я вам расскажу то, что является фантастическим, фантастическим. Но в некотором отношении правоподобно. Вот смотри, что такое сознание? Сознание это вот такое нечто пространственное, да? Сфера, это представляет собой некую пространственную сферу. В каком смысле пространство-то я говорил, оно является пространственным отношением. Сфера сознания. Что такое представляет собой субъект? Субъект представляет собой фокус. Помните, я говорю, фокус и периферия. Субъект представляет собой фокус. Фокус связан с активностью. Вот эта вот активность. У нас тут связано с волей. Это с вниманием. Это вот этот и есть, собственно, вот это вот и есть. Это живой субъект. Живой субъект. Вот он и есть. Но как он свидетельствует? Он свидетельствует благодаря тому, что ему есть, вот это, кстати, надо сказать, что пространство между фокусом и эфирией однородно. Фокус может спокойно двигаться, да, и как бы вот, не встречая здесь никаких препятствий. Вот, и благодаря тому, что фокус не встречает никаких препятствий, он свидетельствует как существующий, вот есть такой термин, называемый латинский, ipsofactum. Ипсофактum это самим фактом. Ипсофактум. То есть он свидетельствует самим фактом того, что он различен с периферии. То есть свидетельствует странное. Как, знаете, я говорил про электроны, что они в пространстве различены. Два электрона, как они, два одинаковых электрона, они различены в пространстве. Потому что также есть некое пространство сознания, и живой субъект понимает, что он есть только тем способом, что он отличен. И самое интересное здесь состоит в том, что все наши способности, которые мы постоянно дробим до этого, активность, мы говорим об активности, мы говорим о воле, мы говорим о внимании, на самом деле сводится просто к одной способности свободно передвигать этот фокус. Вот смотрите, как это работает. Что такое фокус? Фокус это концентрированное сознание. Здесь как бы вот периферия, в периферии сознание постепенно, чем больше, больше края, оно как бы спадает, да, там, как-то очень сильно. То есть когда, если брать свой зрительный взгляд, у нас есть, ну, условно говоря, то, что, кстати, сознание устроено концентрически, это опять же психиатрический факт. Потому что сознание гасится, сознание потухает, как бы, да, вот, есть различные фазы потери сознания, да, и оно тоже падает концентрически. Даже есть специальный такой термин концентрическое сознание, да, но это я просто к тому, что вот такой пример, он является продуктивным, то есть такая интуиция является продуктивным. Так вот, смотрите, когда мы смотрим, да, вот есть нечто на фокусе, мы как бы, конечно же, как бы слегка осознаем то, что рядом с фокусом. Чем ближе фокус, тем больше осознаем, а что дальше, где-то уже на периферии, уже совсем уже не осознаем. Хотя оно есть, и мы в любой момент туда можем фокус передвигать, да, оно есть в буквальном смысле. То есть оно на самом деле, вот, в поле нашего восприятия, оно дано. Например, летит какой-то предмет, и раз, и мы сразу туда обращаем. То есть мы его видим, как предмет вылетает, мы его не осознаем, мы, например, увлечили чем-то другим. Но он как бы есть, да, и он может на себя внимание обратить в любой момент. Звук какой-нибудь резкий, там, или там, или зрительный какой-то друг, что-нибудь такое, да, непонятно. То есть как бы вот здесь немножко сознания есть, оно просто очень мало. Так вот, а здесь концентрированное сознание. Так вот, я живое сознание. Это просто есть вот это концентрированное сознание. Почему когда сознание пропадает, или пропадает я, потому что оно и есть концентрация этого сознания. Вот, и как бы, чем больше концентрация сознания, тем как бы вот я сильней, да. Вот что такое сильная воля, да. Ну, я сейчас буду некие, я рассказываю некие выдумки, которые можно придумать. Вот смотрите, представим, что вот эта сфера у кого-то побольше. Что такое вообще? Давайте сначала расскажу, что такое воля. Я говорю о том, что все строится на базе внимания и на возможности фокуса передвигать. То есть, если у нас есть свобода, этот фокус перемещать. И это не встречает никаких препятствий. Возможность перемещать этот фокус связана с свободой воли. То есть, то, что мы ощущаем как некую свободу, она связана просто с тем, что вот мы фокус этот можем, фокус сознания. Не надо понимать, что вот как бы в голову мы вертим. Вот есть некий именно фокус сознания. Я могу сознание перевести на мысль, могу на переживание перевести. Да и вот эта возможность переводить свой фокус, это и есть то, что мы ощущаем как свободу. Что такое воля? В сферу сознания, как я говорил, вступает, то, что можно назвать бессознательно, но просто вступает в эту сферу. Допустим, какие-то желания вступают. Какая-то необходимость. Просто попить, поесть, присесть, боль какая-то, еще проще. Что делается? Когда это возникает, фокус перемещается в эту сторону, в сторону того, что возникает. И что-то предпринимается. Что может предпринять фокус? Он может либо не фокусироваться, а оставить ее на периферии сознания. Не давать его возможность вступить в сознание. И это будет означать, что эти желания подавляются. Пока она на периферии сознания, их как бы нет, потому что сознание не дает им возможность вступить. А если полностью сознание переводит сюда фокус, оно благодаря усилению сознания, ну это как вот через линзу, да, оно просто усиливает это желание, как будто бы в линзу попадает, и сразу эти желания усиливаются. И вот это вот усиление желания называется волей. То есть воля возникает тогда, когда мы фокус туда перемещаем, и усиливаем какой-то эффект, который возник, допустим, возникло, допустим, желание поесть. Ты туда перемещаешь фокус, и это желание поесть становится уже просто нестерпимым, да, уже надо обязательно найти уже какой-то ларек или там столовую, обязательно поесть. А если его сохраняешь, до тех пор, пока ты сохраняешь его на периферии, а допустим, фокус, ну для того, чтобы сохранять на периферии, поскольку этот фокус болтается, да, надо какой-нибудь взять другую вещь, допустим, желание там, допустим, мыслить. У тебя где-то это желание мыслить здесь, туда фокус перемещаешь, и полностью занимаешься только этой продуктивностью, а сюда внимания не обращаешь, и тогда его как бы нет, потому что он на периферии. В твоем сознании его не существует, значит, не существует вообще. Потому что для тебя существует только то, что есть в твоем сознании. Вот так работает воля. И все это работает только на базе просто внимания. То есть нет никакой отдельной воли от внимания. И вся наша активность базируется вот так вот в виде фокуса. Ну и, как я говорил, как свидетельствует эта живая сцена? А почему мы знаем? А потому что мы можем вот этот фокус передвигать. Благодаря тому, что у нас есть возможность как-то передвигать туда-сюда, вот самим фактом того, что существует различенность, она свидетельствуется. То есть последнее свидетельство состоит просто только в том, что есть некое пространство, потом засвидетельствовано это различие. Как вот электроны, да? Они различены в пространстве, и это и есть свидетельство того, что они различны. Это вообще так же и здесь. Поскольку живое сознание отличено от сознания, живой субъект отличен от всего сознания, то это засвидетельствовано, и этим мы свидетельствуем, что как бы что мы как бы себя знаем это вот таким способом свидетельствует не тем способом что мы как-то направляем какие-то усилия ничего мы там не направляем а вы просто в состоянии своего как бы своей своей жизни как бы знаем это различие я запряжу живое сознание как некий оператор что ли который действует этот фокус вводит в рамках на самом деле я пока во-первых она сам понимать что внимание бегает непонятно к вот резкий звук сейчас произойдет я туда поверну голого туда врачу внимание не захочет оитамые линии то есть на самом деле это воля не является моей но она в чём там есть что-то есть на моем то есть я могу еще повернуть то есть как я это делаю я отдаю всю собрать туда вот тут вот здесь генерация здесь генерация здесь генерация я вам уж такой сюда тот не устойчивая ровнойdoa сюда и каждой всю власть сюда, понимаешь, и тем самым подавить этого. То есть, как бы, у меня есть возможность передавать власть, у меня нет никакой возможности ничего сделать, я какому власть могу отдать и усилить что-то, а что-то тем самым ввести в периферию. Больше ничего сделать не могу. Вот все, то есть, свобода, она только состоит в том, что я могу, как бы, между многими силами, выбрать ту, которая самая сильная, которая для меня самая главная. А как она образовалась, как они действуют, значит, говоря, вот я... То есть, каждый момент времени ты находишься... под властью какой-то страсти, условно говоря. Вот если считать, что это какие-то страсти, ну, если так вообще поговорить, то я каждый раз под какой-то страстью находюсь. А теперь я, как бы, хотел просто для того, чтобы проиллюстрировать, я занимаюсь немножко этими расстройствами сознания, как бы, некие примеры, пока, из того, что, как бы, из этой теории может объяснить, в смысле расстройства сознания. Вот, есть такое расстройство сознания, называется деперсонализация. Такое, любопытное. Ну, что она отличается? Как, как, что... В чем состоит собственно больницу? Больной указывает на то, что, как бы, он не существует. Что он, что, он тень там, что он себя не чувствует никак, что его нет. Ему врач говорит, ну, ты же, как бы, кто свидетельствует то, что тебя нет. Как бы, врач, как бы, ему доказывает, что это есть, кто-то же должен был сказать, что тебя нет. Говорю, так, он, как бы, соглашается разумно, там, все это, как бы, это, все это он понимает, но, тем не менее, он чувствует, что, говорю, нет. Нету ничего. И это... Это деперсонализация имеет различные стадии, но нам интересно как раз то, что связано с чувством я. То есть, он потерял... Как это можно объяснить с позиции нашего? Да, вот этот, помните, я рассказывал про объект я? Вот этот объект я, он распался. Он прежде всего распался, потому что пропало чувство я. Дело в том, что любой объект, он базируется, как я вот рассказывал, на бытии. Да, на неком, как бы, чувственном данном. Всякое бытие на бытии базируется. И когда мы теряем некое чувственное, да, некое чувство я теряем, мы, собственно, теряем этот объект. Он разрушается, и нам не за что уцепиться. И тогда получается, что остается только то живое сознание, которое свидетельствует. А что оно свидетельствует, если объекта нет? Вот, помните, я рисовал ситуацию, что живое сознание, оно свидетельствует, да, вот этот объект я. Если этот объект я исчез, так вот оно и свидетельствует, оно продолжает свидетельствовать, там вот и есть, что объекта я этого нет. Вот это называется деперсонализацией. Ну, просто легко объясняется. Ну, про множество, еще есть такая... Не, минуточку, да как тогда оно объясняется так-то? Все-таки деперсонализацию, ее нужно даже объяснить, про симптоматику. Жена у меня сказала про симптоматику деперсонализации. Симптоматика состоит в том, что человек больной говорит, что нету никакого я, что его нет, он не существует. Ну и чего? Но тем не менее он существует же, он же говорит, что не существует. Это же как бы парадокс? Просто так, он говорит, что никакого я не существует. Он говорит, что никакого я, что его нет, он не чувствует себя, его нет. Он чувствует себя несуществующим, если так можно выразиться. Он вообще ничего не чувствует. Он просто свидетельствует, что его нет. Вот он себя так чувствует, что как будто бы его нет. Понимаешь, как во сне. Даже не как во сне, а как во сне, понимаешь, нам даже трудно это представить, описать. То есть, иголка если его уколоть, то что будет? Не знаю. Я, на самом деле, не знаю, честно говоря, надо углубляться. Еще раз говорю, что мне немного страшно в такие вещи углубляться, но как бы надо углубляться. А что страшно-то? Ну, иголка его просто уколоть. Я не знаю. Я не знаю, честно говоря, я не могу ответить. Это даже не важно. Можно сказать, что да, я чувствую укол, но меня-то нет. Да блин, ну и что? Игорь, давай пока эту тему оставим. Я просто показал. Если честно, я деперсонализацией совершенно серьезно не занимался. Я прослушал одну лекцию, у тебя деперсонализация говорилось минут 10. Надо действительно взять литературу, почитать все-таки эти примеры. Ну, можно просто предположить, опять же, вопрос ставить, независимо от тебя, есть деперсонализация или нет. Что такое я? Как факт. Что такое я? Самое-то интересное, что живой субъект... Он же отсылает психиатрию. Он пытается отсылать психиатрию. Я пытаюсь просыпать. Когда ты чему-то отсылаешь, надо понимать, чему ты отсылаешь. Согласен. Нет, нет, подожди. Он пытается психиатрию просто как пример. Нет, я все правильно говорю. Я просто считаю, что в этом, скажем так, интуитивно я понимаю, что вот об этом можно говорить как о некотором опыте. Как опыт может быть, но это может быть опыт совершенно не психиатрический. Хожу, а меня на самом деле нет, это как печеного Лермонтова. Мне вся моя жизнь казалась, что я читал до этого какой-то ее книги, а теперь просто грубого ее воспроизвешь печеным темным. Игорь, я на самом деле согласен с тем, что я сейчас не готов... Переживание такое. Я не готов сейчас обсуждать все подробности. Здесь точно так же может быть все подробности. Ощущение не свитности жизни, не яркости ее. Нет, вот это не яркости жизни, это называется дереализация. А, дереализация. Когда мир. А еще есть третье, когда чувствует, что тело у него не его тело. Это еще какой-то третий. Трансексуализм. Нет, это какой-то соматический какой-то там... Три вида деперсонализации. Я просто рассматриваю первую, самую... Ну, тем не менее. Но их можно же как, в смысле, печеным наделать. Он же не был ни в коем случае не больным или кем-либо еще. Просто вот такое ощущение жизни. А, между прочим, что интересно, все-таки ты про печен рассказал, это непопытно на самом деле. Помнишь, я всегда говорил, что он говорил, что у него всегда живет два я. Одно я действует, а другое я судит. А теперь я это говорю, у него живет два я. Одно я, вот это вот я активное, а другое я свидетельствующее. Правильно. Тоже самое. У всех, у каждого человека. Нет, так самое интересное, что современное... Вот, а, я же где-то не рассказал. Теперь вот надо про классическую философию. В чем состоит основной, как я теперь понимаю, недостаток классической философии? Что она исходит изначально из того, что субъект один. Что вот он, а как бы, есть некое единство субъекта. Единство. Вот, и это предпосылка. Потому что это сильный вид утверждения. Правильно? Это более слабым утверждением было бы сказать, что субъектов много. То есть, что такое субъект? Это причина. Например, сколько актов, столько и субъектов. Это более слабое утверждение. Не понятно. Как субъект и связан с актами. Субъект является причиной актов. Субъект совершает акты по отношению к объекту. Акты. Он является причиной источником актов. По определению. Ну, хорошо, да. Причиной... Изначально должно быть, что каждому акту должен быть свой субъект. Нет, подожди, подожди. Так. Здесь, на самом деле, существует гиперпозиция и существует умеренная позиция. Гиперпозиция состоит в том, что каждого акта свой субъект. Гиперпозиция. То есть наше тело так вот устроено, что вот акт совершился, как бы у него был свой субъект, и вот субъект исчез, вот такой плавающий. И все. Новый акт, новый субъект. Это гиперпозиция. Я на ней не стою, потому что она вчера с умашествует. Я стою на том, что каждый акт в смысле вида. Вот есть виды акта. Виды. Мы различаем мышление. Вот у мышления один субъект. Например, у речи второй субъект. У восприятия третий субъект. Даже у каждого вида восприятия может быть каждый субъект. Допустим, у того, кто там… Как эти субъекты друг к другу взаимодействуют. Вот. Подожди, подожди. Как субъекты взаимодействуют друг к другу – это уже другой вопрос. Иначе говоря, нет единства субъекта. Единство субъекта – это единство субъекта во всех его актах. То есть, иначе говоря, надо было бы писать, что с каждым актом… Например, у акта один, да, как вот, акт один, есть субъект один, да? Проще сделать одного субъекта, который обладает различными способностями. Так это и есть… По отношению мышления… Это и есть классическая позиция. Так проще, но она не соответствует реальности. Так, конечно, проще. Проще сказать, что субъект един… Это как объяснить множество этих субъектов, где они существуют, и как друг другу взаимодействуют? Ну, я не знаю, просто… Ну, есть эпилетический факт, который говорит, что субъект один. Нет. Как объяснить один? Нет. Нет, нет, нет… Нет, нет, нет… Нет, 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 нет… Возможно, просто субъектов… Слышите, из-за эпилеты… Только что… Вот… Вот. Помните, что это не эпилетический факт. Ну, кто? У тебя… Субъект разный. Саша, у вас субъект один? А, нет… Саша… Я сколько субъектов? Подождите, послушайте, понимаете? Ну, я-то еще разный… Вы на самом деле не поняли ни черта доклада… Я говорил о том, что есть такой объект, которым мы назвали яд. Мы на самом деле свое единство учреждаем. Мы все, ну все наше многообразие, которое есть, которое относится к нам, мы на самом деле объединяем в некий объект. Мы себя учреждаем как это единство. Единство это есть вывод, а не реальность. А вы теперь говорите, что такова реальность. То есть иначе говоря... А мы не можем его учредить иначе? Подожди, для того, чтобы быть биологическим организмом, иначе учредить и нельзя. Это просто способ, каким мы выживаем, так сказать, в природе. Потому что нам нужно себя ощущать как они что-то единое. То есть существует еще один надо-субъект, который все эти субъекты объединяет в себе. Ну а кто объединяет? Ну вот я и говорил, что на самом деле, я всегда поражаюсь этому, на самом деле. Это вот простая мысль. Я бы на самом деле сказал настолько простую мысль, что даже я не знаю, как еще ее высказать. А вы вообще ничего не поняли с того, что я говорил. Почему вы поняли просто? Я вообще не адресовался к тому, что их много, конечно. Потому что я и оставил на это на конец, чтобы просто объяснить. Логика-то ведь в чем состоит? Давайте это разберем тогда по ходовам. Каждой способности... Вот смотрите, вот допустим, мы говорим о едистве субъекта. Ну понятно. Единство субъекта пока не дано изначально. У зрения не один субъекта, а у суббока другой. Нет, ну правильно. Так, да? Да, у каждого. У зрения у нашего владения один субъект, и у зрения другой. Еще раз говорю, когда ты так говоришь, ты говоришь категорически. А я говорю с позиции возможностей. Вот эта вот позиция, ее надо доказывать. Может быть, вот как надо говорить, у зрения один субъект, а у слуха другой. А докажи мне, что это одно и то же. Вот ты должен мне доказать. На самом деле так. Потому что если мы стоим на позиции феноменологии, то нам дано зрение, в зрении образ дано, а в слухе дано звук. Соответственно, почему зрение и звук относятся к одному и тому же субъекту, который воспринимает и который видит? Почему видящий субъект и воспринимающий звук субъект, это один и тот же субъект? Ты должен мне доказать. Потому что эти идеи относятся к мышлению. Ну вот видишь. Мысль ему. Ну не так. Мысль, 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 мысль это третий субъект. Да, я понял, что это третий. Мысль это третий. А сезония это одно. Когда я пью чай, просите, я вижу, слышу, как он должен. Еще раз говорю, это вот, между прочим. Не понимаю, что я пью, это что, не я один пьет, это компания. До этого я просил, давай еще, давай еще, давай еще. То есть он компания, на мусоре, на третий субъект. Да, слушай, слушай, Семен, до этого человек вроде пытался показать, что в широких взглядах, что есть в науке какие-то такие теории, которые это научное сообщество не приемлет. А на самом деле сейчас проявляет просто тот самый административный. Нет, дело не в этом. Он обратился как бы к публике. Сколько у тебя субъектов, сколько у тебя, сколько у тебя. Естественно, у каждого. Еще раз говорю, более того, и у меня один. Потому что он является учрежденным субъектом. Я потратил весь семинар, чтобы объяснить, что такое Илья. Ну понятно. Что там, он является один. Есть же на самом деле, ты же прав на самом деле, что у нас есть, например, понятие нашего тела. Мы понимаем, что две руки, две ноги, это мы, а какой-нибудь там еврейский патриарх думал, что это его стада, его семья, его дети, все это его тело. Не как у Гегеля. Ну, Христова, это самое. Как у Гегеля говорится, я чувствую боль, когда причинили боль моему ребенку. Следовательно, мой ребенок, это мое неорганическое тело. И на самом деле, у тебя же не ясно, что есть некое тело, но это тело, это может быть, произволено. В терминологии было-то много субъектов. Не, ну я не в этом хотел сказать. Субъектов, понимаете, как бы вот... Еще раз говорю, я... Я же свое тело учреждаю. Еще раз, вопрос. Я говорю не то, что субъектов много. Я имею в виду, что для того, чтобы... Что мы не имеем права ставить в начале философию некую ментологию, что субъект один, якобы, это опытный факт. А это не опытный факт. Это просто факт неопытный. Почему субъект один? Вот, пожалуйста. Хорошо, понятно. Допустим, что субъектов много. Если мы снимаем этот опытный факт, то мы должны создать такие теле. Черепитие в одиночестве, это то, чем еще надо достигнуть, что нам недавно изначально. Согласен? Всегда толпой. Самое это интересное, прежде всего, что тут есть единственное, даже не до слова понятия, тоже субъекта, которые отличают от понятия единства. Единство субъекта, это единство его в способностях, а есть еще тожество, это единство его во времени. Это совсем другое. То есть, есть единство во времени, и с единством субъекта во времени связано множественность субъектов. Даже еще в афаринуре родился. Множество субъектов, это то, что нужно преодолеть. А. Нужно преодолеть? Почти не шансы. Единство субъекта, это то, что нужно преодолеть. То, что должно преодолеть. Ребята, в чем отличается философия от обыкновенного болтарни? Она отличается тем, что философия пытается вопрос исследовать. Конечно же, я точно так же с вами чувствую одного субъекта. Ну просто я пытаюсь эту подоснову понять, пытаюсь выстроить теорию на основании некоторых принципов, да, и как бы просто я объясняю все это. Это мы все понимали, еще раз вопрос возвращается, так сказать, к твоему этому самому, допустим, у нас есть множество этих объектов, которым соответствует множество актов, кто их объединяет, объединяет ли они, еще раз, ну проговори, стой. Когда ты говоришь молния сверкает, что ты говоришь, вот мы говорим молния сверкает, да, правильно, то есть молния сверкает, я просто такой пример, чтобы вам объяснить, да, мы один раз феномен молнии используем как подлежащее, а другой раз феномен молнии используем как действие, мы удваиваем феномен, феномен производит два раза феномен, один раз феномен он просто как будто бы субъект, а второй феномен как действие этого субъекта. Тебе не кажется, что здесь уже масло масляное? Да, никакой. И точно так же, когда спрашивают, кто? Это точно такое же масло масляное, понимаешь? Никто. Есть некое, если говорить... Когда мы... На самом деле, если углубляться, я просто здесь в докладе, это просто... Нет, меня тут не развить, потому что это есть некие временные рамки. Если углубляться, вообще субъекта такого никакого нет. Хорошо, вот это множество субъектов. Как они друг с другом взаимодействуют? Когда они... Как переходят от одного к другому? Почему я одновременно слышу, вижу и так далее, и объединяю это в одну? Кто направляет меня? Сознание объединяет. А почему сознание не может быть тем самым я? Еще раз говорю, сознание объединяет смысл синкетичности, и мышление объединяет смысл синтетичности. Ну, понятно. Мышление, оно делает... Вы пишите глупо, это сознание и мышление. Непонятие. Сознание и мышление. Это непонятие. Какие понятия? Понятие вообще это ерунда. Не важно. Есть только реальности. Понятие, это... Что такое сознание? Понятие, это способ, таким и говорить. Хорошо. Хорошо. Ну, что такое сознание? Да, вот это... Сознание это нечто пространственное. Понимаешь, это я показывал, что такое. Это не такой вопрос, который можно ответить в двух словах. Это можно только показать, до него надо дойти. Сознание не определить вот так. Я могу говорить пространство, а на всего какое пространство. Мне надо 10 годов сделать, чтобы объяснить, что такое сознание. Это не такая вещь, которую в трех словах можно объяснить. В трех словах объяснить в десяти словах, не важно. Я просто хочу понять, какое это отношение имеет к тому, что у нас нет одного «я». Да, ну видишь, на самом деле самое интересное, что мысль настолько здесь простая, что даже просто тут говорить нечем, но настолько всякое... Труднее всего понять простую мысль, понимаешь? Понимаешь, ты уперся в то, что есть единство, которое мы называем «я». Но это единство «я», я же сказал, «учреждено». Тот объект, который называем «я», нами же воспитание учреждено, культурой нашей, цивилизованной, языком. Я не знаю, кем конкретно, это надо изучать. Но это учреждение, это не реальность. Реальность – живой субъект, я же показывал. Это реальность, которая есть, свидетель. Для персонализации возникает, исчезает это чувство «я», объект это полностью распадается, а свидетельство не остается. Понимаешь? Но ты! Но ты не можешь! Нормально. Да. Нормально. Так. Но ты не можешь свидетельствовать, понимаешь? Иначе говоря, свидетель не может свидетельствовать себя. Он может свидетельствовать только объект. Он берет свое знание, все находится на стороне они. Ну, то есть, есть некий свидетель, некий свидетель единственный, который свидетельствует множество этих «я». Ну, а ты про последний свидетель вообще слушаешь? Нет, я понимаю. Ну, последний свидетель не является сознанием. Я понимаю. Я поэтому и говорю, а почему это сознание, почему мы не назовем это сознанием тем самым «я»? Оно это и есть «я». Ну, я же говорю, что ты можешь сколько угодно называть его «я». Просто «я» – это объект, а мы говорим о субъектах. А субъекты и объекты разделены границей, непереходимые. Никогда субъект не может объектом стать. И когда я не слышу, пластический философик говорит о том, что нельзя опредмечивать субъект. Чтоб всякий раз, когда мы о субъекте рассуждаем, мы его опредмечиваем. А он – деятельность. Деятельность нельзя опредмечивать. И всякий раз, когда мы берем эту деятельность как предмет, то он перестает быть деятельностью. Он уже не то, на самом деле, что изначально, с чем он изначально был. Он был субъектом. А мы его взяли как предмет, как объект. А он – субъект. Субъект никогда не может стать объектом, если говорить простыми словами. Сейчас пытаюсь объяснить то же самое, как каким-то уже совсем простым. Да, я все понимаю. Он как субъектом был, так субъектом остается, он никогда эту драйв не переходит. Есть объектная сфера, она так и остается объектной. Есть субъектная сфера, она так и остается субъектной. Нет никаких вот таких вот, якобы вот таких вот есть, нет таких реплицей. Я понимаю. Всегда только вот так. Только вот так. Я понимаю. Все, только в одну сторону. Ну а как он и себе знает? Значит, в объектном поле он создал такой объект, назвал... Ну, телом. Я... Может быть телом. Потому что он и на уровне тела. А я сплющен. Тело это обобщенное некое. У себя есть некое сознание, которое декартовское. А тело этого сознание. Да, декартовское. Вот это заплющено. Декартовское, а Декарта есть? Декарта есть, это опыт я. Вот это называется декартовский опыт. Да, именно так. Я же рассказывал. Это не опыт тела. Еще раз говорю, это ты придумал про тело. Я говорю не про тело. Я говорю про объект, который включает в себя. Он симпатический объект, он и чувственное включает, он включает и мышление включает, он включает и воспоминания. Он все включает. Он целостный объект. Он называется я. Декарт берет тот аспект, что это я берется со стороны мысли. Какая разница? Он все равно этот объект есть. А потом к нему все остальное прицепляется. Вот возникает твое тело. Этот объект пронизывает все наши способности, у нас есть. Он объединен, как объект. Почему? Потому что мы с ним связываем самого себя. Он и чувствах есть. Он есть и мышление как мышление. Он есть воспоминания как воспоминания о себе. Он есть переживания как переживания самого себя и прочее. Он в каждой способности, этот объект есть, и он преломляется в каждой способности согласно своими возможностями. То есть в чувственном он преломляется как чувственный объект, как мышление, как мысль и так далее. Понимаешь? И всегда нет никакого движения на себя, всегда движение только такое, всегда движение только свидетельствование. Свидетельство не может себя свидетельствовать, оно может свидетельствовать только иное. И тогда возникает проблема последнего свидетеля. Либо есть свидетель, который свидетельствует живой субъект, либо его нет. Я говорю, что оно есть, это сознание. А само сознание себе свидетельств никак уже не может. Точнее, оно может тоже, к различию. Но это специфический способ свидетельств. Вот, что, в принципе, я рассказал. Тут ничего хитрого-то нет. А зачем можно вообще тогда, когда люди переходят? Почему сознание не может напрямую переходить? Без живого свидетеля. Сознание, как последний свидетель, от живого сознания отличается? Ну, живое, я всегда говорю, что, на самом деле, живой субъект и сознание. Потому что, надо говорить, живое сознание, то есть, когда-то, например, твое сознание, мое, оно как-то тоже живое сознание. Но, просто, да, я говорю, у меня постоянно путается сознание и субъект. А чем отличается живое субъект? Поэтому я слово «живое» не использую, чтобы их различать. Я говорю, живой субъект и сознание. Живое сознание, по-моему. Если он говорит, живое сознание, живой субъект, вообще все запутается. Просто сознание и живой субъект. Живое сознание тоже, правильно, говорит, сознание, оно, конечно, живое. Живое сознание, живой субъект Ну вот я просто, раз оно Надо просто, чтобы их различать, не путать Просто сознание и живой субъект А почему живой субъект? Потому что не я Я просто не знаю, как я начинаю Если просто скажу субъект, опять будет понятие Если скажу я, вы сразу сюда уйдетесь Я говорю живой, то есть вот ваше, мое Вот каждого из нас Оно только может свидетельствовать всего остальное Точно оно свидетельствует как бы о самом себе В том смысле, что оно создало объект Такое, как я, и его свидетельствует Что он есть, типа Потому что оно себя с ним сассоциировало В процессе антогенеза Оно привыкло на самом деле считать, что оно в этом улавливает самого себя Оно себя не улавливает Это просто некий объект И все, оно просто его точно так же, как Другие объекты, вот мы в поле, вот видим стул Мы его сразу и мысли увидим И некоторые люди думают, что на самом деле оно одновременно То есть мы как бы есть такой Мы всегда, когда мыслим, всегда его видим На самом деле это не так На самом деле параллельно работает Поспериятие и мышление Просто мы уже привыкли к его У нас был создан такой объект в сознании Сознание синкретично, как я говорю Оно, вот эти мысленные данные Данные мышления То есть данные чувства, данные воспоминания Данные переживания и прочие данные Она объединяет в объекты Только для сознания существуют эти объекты Почему? Потому что сознание пространство различия Различить оно может, оно в нем как различия данные Оно может их удержать Вот оно их удержит как единое Поэтому когда ты смотришь на стол, ты его сразу и мыслишь У тебя и воспоминания по поводу него Что на нем любимая девушка сидела И там какие-то у тебя возникают И возникают переживания и все что угодно Почему? Потому что этот стул у тебя является таким объектом Для другого этот объект немножко другой Есть пересечения связанные с тем Что мы мысли мы воспринимаем одинаково А есть различия, например для Игоря этот стул Который он когда-то его купил На нем что-то делал, сидел Еще что-то, у него богатый опыт связан с ним А у нас там, у нас прям меньше Мы тут не часто бываем, да? И так же с каждым, например, у Игоря есть, например, любимая какая-нибудь вещь Мы на эту вещь посмотрим У нас только возникнет мысль, допустим, и восприятие А у него среди всех воспоминания, переживания, ну и чего Это все понятно Это и поэтому, что эти объекты, на самом деле, они разные Мы смотрим на один и тот же объект, кажется А для каждого он разный, в зависимости от опыта Это все понятно Вот это вот объекты, которые называются синкретическими объектами сознания Сочно так же я, по аналогии Построено какой-то такой объект Один из объектов, вот среди прочих объектов Как я рассказывал вначале И нравится таким же я Она точно так же синкретична У кого-то я один опыт У другого другой опыт И болезнь состоит в том, что вот это я распадается Что-то с ним получается Он же синкретичный Он просто уберет и может в любой момент распасться У любого из нас Он, допустим, кто-то перестанет считать, что, допустим, воспоминания То есть, как я Решил, ай, надо выйти на периферию убрать Убрал Он стал, это синкретичный объект стал меньше Потом подумал, ну, мышление тоже надо убрать Убрал Потом убрал, убрал, все убрал И ничего не осталось И убрал Все разбазали, это вы И нет этого я Исчезло И тогда получается, что живое в сознании Живое субъект Он-то остался, он же просто живой Он никуда не делся Но он не может себя-то найти Где? Он направит на себя вот так вот Как мы рисуем обычную рефлексию Как обращаем Он не может Ему некуда направить Его нет Усилия свои направить ему некуда Все Вот это валит до персонализации Хорошо, а кто сознает Опыт сознания, что я-то живой субъект есть Он есть или нет? Если мне некуда направить Но осознаю ли я, что я есть живой субъект? Нет Нет То, что ты живой субъект Ты осознаешь только тем, что ты живешь В самой жизни ты различаешь Как бы Вот я же говорил про свободу Про боли Про опыт Нет, если меня нет Еще раз говорю Ты себя не знаешь как объект И субъект не может себя как объект знать В принципе Я понимаю уже Чего ты долбишь это все? А что тогда? Как ты себя по-другому-то знаешь? Как ты можешь, у тебя получается, что вот этого вот всего нет Как ты, как оно о себе знали? Так, это живой субъект, да, это себе если нет ничего Он знает Он о себе Я же говорю, те какого-то деперсонализации, они говорят, что ничего нет Нету и нету Но если ничего нет, то что он видит? Правильно, его не спрашивают, вы спрашиваете А там уже мышцы есть, он соглашается Нет, стол видишь? Кто видит стол? Нет, нет Нету этого кто А кто говорит, что это стол? Еще раз говорю Я опыт деперсонализации не знаю Надо изучать Но про кожу, что он говорит, что и не то Нету того, кто говорит Да где, ахмин А сглозом он, ну стол Он видит стол? Еще раз говорю Он видит, как он Вы читал Видит конкретный стол Подождите, здесь другая Здесь сложность состоит то, что онтология другая А ты сейчас пытаешься скатиться всю старую онтологию Я понимаю, у тебя возникает кто-кто Молния тоже сверкает, понимаешь? Я вообще без молния Я вообще-то понимаю Если нет, то самое А кто свидетельствует о том, что он живой субъект существует Он же на кого-то направляет своей И он спрашивает, ты есть? Он говорит, я нет А кто говорит? Я про ицефакты Я писал ицефакты Он свидетельствуется тем способом Что он свидетельствует, главное, может так сказать, сознание свидетельствует То есть сознание у него есть? Нет, он свидетельствует тем, что не является фокусом в сознании Он свидетельствуется тем способом, что он как бы в сознании различен Сознание есть способ различения Вот кто свидетельствует, что чувства различены от мышления? Сознание свидетельствует... То есть, получается, что сознание работает не через живого субъекта, а сознание напрямую работает с объектом, который он видит? Еще раз говорю, как бы в субъект есть некое специфическое новообразование, если так уже говорить биологически безусловно. Это для того, что вот этот самый... Почему он для этого сознания работает через живого? Почему он у него на прямой вот сюда выйдет? Ну, наверное, у каких-нибудь зверей так и есть. А у нас есть я, то, что мы... У нас есть концентрированная точка, а может, у зверей ее нет, я не знаю. Я просто не знаю, надо дальше обучать. Я могу только сказать, что последний субъект является самосознание. Дальше сдвигаться некуда просто. Либо надо был бесконечный регресс уходить, но такого регресса нет. А вот последний субъект, кроме как сознание, не значит говорить, нет никого больше. А почему оно есть? Потому что я говорю, как пространство. Но опять же, сознание, то, что оно есть, мы это определяем только исходя из того, что мы делаем логический вывод. Мы не можем, опять же, сказать... Не можем ее не почувствовать, только чисто логический вывод из чего-то. Смотри, как мы построили, как фактически я построил теорию. Вот есть феномены. Раз, два, три какие-то. Я пытался, с помощью этих феноменов, куда-то двигаться к их основанию. Двигался, двигался, двигался. И к чему это пришел? Выстроил. Вот я тебе рассказываю, что я выстроил. Как на самом деле. Есть феномены какие-то, надо выстроить какую-то теорию для того, чтобы объяснить, как они есть. Вот я ее выстроил. Понимаешь? Вот и все. А теперь надо понять, что это означает в реальности. Надо как бы взять эту теорию. Вот могу быть представление о том, что сознание является чем-то пространственным. Эта теория, эта гипотеза оказалась очень плодосморной. Она дает очень много результатов. Понимаешь? Очень много. Я вижу, что на самом деле... Пространство на каком смысле пространство? Ну, как пространство отношений. Ну, я же рассказывал. Ну что, один час уже хватит. Подожди. Я уже рассказывал. Есть пространство восприятия, которое у нас есть буквально. А сознание – это пространство отношений. Это пространство бесконечно, а это конечное. Вот пространство, вот все сознание. Ну, еще раз могу сказать. Здесь может быть... Причем, я хочу отметить, что все... мы делаем в пространстве той логики, которая для всех одинаковая. Логика, с помощью которой мы все это выводим, она для нас одинаковая. Смотри, я на самом деле действую только в следующей логике. Есть только феномены. Нет, логика я имею в виду, что из А следует бета, и так далее. Это понятно. Есть феномены, и мы можем на основании феноменов строить... Точнее, есть так, надо правильно говорить так. Есть какие-то симптомы или следы именно на основании симптомов на должность выстроить феномен. Либо он есть, либо его нет. Вот я на самом деле занялся феноменом сознания. Поскольку сам феномен сознания сразу не так, он там только в некий как бы... Да, или феномен. Вот я либо выстраиваю его, либо нет. Вот я вот чем за него делаю? Я пытаюсь этот феномен, феномен сознания выстроить. Вот то, что я сейчас сейчас добился. Я добился каких-то выводов. Являются ли они безумными? Нет. Это вопрос уже связан с тем, как вообще строится феномен. Феномен таким образом строится. Почему я говорю про симптомы и феномен? Вот как болезнь, да? Вот есть болезнь. Раз, Игорь заболел, кашляет, у него покраснения какие-то там. Что-то там, это пост выступает. Да, вот это симптомы. Я говорю, что вот, у него заболел, допустим, простудой. Вот выстроился сразу феномен. Вот так же я пытаюсь выстроить, что такое сознание. Это я все понимаю. А феномен, во-первых, у меня в личном опыте есть, да, в опыте интроспекции. Во-вторых, как бы, я пытаюсь теперь заниматься вот этими отклонениями с этой расстройством сознания. Потому что некоторые вещи не понять иначе, как надо обратиться к каким-то крайностям, да, вот на какие-то... Это понятно. Тогда сознание что-то, например, по этому... Нет, просто получается в том, что, ну, как бы, один из выводов... Остраиваюсь? ...выводов о том, что никто не имеет опыта личного сознания, потому что его просто невозможно. Он просто логически выводит, что есть такое сознание, но его никто не может из опыта определить. Потому что оно не может быть. По твоей же схеме оно не может быть закольцовано на само себя. То есть оно выводит только на основании логики. Что оно есть, а то, что оно сидит в смысле, оно и есть. Если честно, у меня постоянно говорят такие характеристики, что сознание представляет собой... Знаешь, вот есть сетчатка в глаза такая, на пространстве. Да, вот как детектор такая. Она из таких состоит, колбочек, палочек, я что-то знаю. Вот это и есть. Фотоэлементы. Да, вот это и есть сознание. Нет ничего. Сознание, вот оно как в этом... Физическая реальность? Нет. А просто она берет и отражает действительность данного ощущения? Это вот первое, что приходит в голову. Но вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что как бы отщепить вот здесь сознание от самого аппарата невозможно. Я пытался провести линию аналогии между процессором и компьютерным. В компьютерном процессоре вшита программа какая-то. Он не просто работает, там не только аппаратно работает. А она в нем аппаратно задана программа. Вот есть некая аппаратная программа, которая вшита прямо в этот... То есть сама логика есть уже сознание. Ну это и аналогия есть. Ну это как бы проявление сознания. Да, сознание как бы вшито в нас. Это такая способность, которая как бы является аппаратной. Вот пространственность это некая аппаратность наша. Ну пространственно растянутая. О чем ты говоришь, я понимаю. Да, вот это и есть сознание. И оно никак не может засвидеться. Никак. Все, оно вот есть и все. Кроме того, что оно есть, ничего сказать нельзя. И вообще бытие, вот различие бытия, я уже говорил. Только сознание различает бытие и сущее, там, бытие и содержание, там, бытие и объект. Только оно. Почему? Потому что оно такое. Это специфическое однообразование. То есть фраза о том, что сознание существует, развито в мире, оно... Да, да, да. Вот оно, как бы, здесь оказывается вроде как. Что как бы сознание, это не то, что тебе принадлежит, мне или я, Игорь, а оно какое-то такое специфическое. Это вещь. Непонятно, как оно вообще-то нечто такое, что как бы за пределы... Что мы не можем вот так со стороны подойти и посмотреть. Ага, сознание это. Понимаешь? Потому что сознание это нечто, в чем мы всегда. И мы можем только вот как бы догадываться. Понимаешь? Это понятно. Свидетельствовать о нем мы никак не можем. Да. Самое интересное, что мы не можем даже о нем свидетельствовать. Даже в своем личном опыте. Но, с другой стороны, мы сейчас как-то за нем свидетельствуем. Тут есть некие такие нюансы, как бы, и мы можем о нем свидетельствовать. Потому что само сознание может свидетельствовать о себе. Есть некая вот тут вот, как бы, корреляция, да? Потому что оно не просто... О себе оно не может быть. Нет, оно не просто различие, а оно именно пространство отношений. Вот эти все, они как бы связаны между собой. Иначе что это за познание? Это же не просто детектор. Это детектор, у которого... Одна колбочка не может быть сознанием. Нет, это то, что... Часть, часть, локальная часть сознания свидетельствует на другой. Она как бы вот... Мы как бы понимаем, что вот локально. Мы что такое? Мы же сами такая же часть. Мы некий... Как я говорю. То есть, если часть... Фокус, фокус, который... Фокус интенсивного сознания, понимаешь? Сами фокус интенсивного сознания. Я это фокус интенсивного сознания. То есть, не я. Вот видишь, я сам свалюсь постоянно в это. Потому что я сам жил, тохоже, как и вы человек. Я точно так же учредил этот объект. Я же все понимаю. Я же не шизофреник еще. У меня же это он не распался. То есть, я буду заниматься долгом, но он у меня может распался. Ну все, что мы пока обещательно не распался. Вопрос действительно, да. ... ... ... Продолжение следует...